Это же мы говорим в конце, в конце цепи «Земра» Это же «Чирата Яма» – это пьеса «На Мога» Вопрос, каким образом здесь пьеса «На Мога» попала в цепи «Земра» Здесь на самом деле очень много вопросов И первый вопрос, ну, естественно, что текст истории, да? И мы полагаем, мы это знаем, полагаем, это ясно, что текст истории намного более важен, чем совершенно любой текст, который из писания или из «На Мога» Значит, почему тогда «Аз Яшир» песноморы говорят после всех псалмов, которые говорим в цепи «Земра»? Это первый вопрос. Второй вопрос На самом деле, очень интересно, Рамба, маймонит У него есть тоже описание седу И он пишет, что мы говорим в «Баух Шаамар» все псалми и штабах И только после этого говорят «Аз Яшир» Били общины, которые говорили песноморы только в шаббате Вообще, что сняли, что после разрушения второго храма вообще сняли этот текст из цепи «Земра» Есть общины, до сих пор, по-моему, сфальские общины, которые в день 9 авгу вместе с «Шират Аям» Есть, по-моему, они говорят «Шират Аазин» Значит, вопрос, который я задал, это следующий Есть у нас такая гемара в «Арвей Псахим» Который говорит, что «Халел Агадол» И значит, есть «Халел» Установил Моисей на каждый случай, когда Всевышний спасет Есть еврейский навод, а какая большая гула Да? И сам Тосу задает вопрос Очень интересно Здравствуй, очень интересная гемара, но во время Моше еще не был халел И то, какой отец задает вопрос Возможно, что речь идет о «Шират Аям» И не о всем псалме, о которых мы говорим во время «Халел» Получается, что «Шират Аям» Если на море, это как «Халел» Получается, что мы говорим «Халел» каждый день Если так, есть у нас проблем, есть другая гемара Которая написана «Давку» В «Халел» Он говорит «Халел» в каждом день И он «Халел» Он говорит «Халел» Значит, здесь не понятно Пьево-от, что речь идет о «Халел» И «Пахвах» Которые мы говорим во время «Последоке» «Халел» естественно, что это особенное Есть у нас И, значит, нельзя говорить «Халел» каждый день Это же «Мара» в «Шаббат» Сколько «Халел» это что-то особенное Значит, как я пытаюсь понимать, что здесь написано Слышим образом, что «Шират Аям» является Какой момент, который связан с спасением и въездом в Рискинах Всевышний спас еврейскую народу Время исходит из Египта, когда евреи Пошли в Красный мор И такой момент Является особенно И связан с спасением и въездом в еврейскую народу И это «Шират Аяна» Ваш вопрос тогда Почему мы говорим это во время «Последоке деземра» Возможно это Почему мы говорим это во время «Последоке деземра» «Последоке деземра» То есть «Последоке деземра» Что? Кабулат – это лучше «Последоке деземра» Ага Ага «Последоке деземра» Это не альфа, почему ты не альфа? Это альтос. Это стариан. Альтос. Значит... Не уходим в угадек? Ауха Жухан говорит, что почему говорят Ази Ашимуше в конце Псухида Земра, не в начале, хотя это текст истории, поскольку насколько текст более ближе к молитве, текст более важен. И я думаю, что эта встреча, это смох Баула Литвы Ла, поскольку это не часть Псухида Земра, здесь мы тоже понимаем мнение Рамбама, что это не включено внутри Псухида Земра, это после Псухида Земра. Тогда нам еще нужно отвечать, тогда почему нет этой проблемы, когда мы ходили в Мухольом. Что? Нет. Поэтому «ширование». Я хочу задать ответ, что отношение первой ночи Песоха, есть большая обсуждение, если надо говорить, у нас есть Лали, которые говорили в адапт, или только с контракт, В Минаге Эрц-Исраэл, в Ашкеннадске, в Свердске, и говорили два два два, Первое из этих отечений, что когда-то были первым, первым же, в иерусе Они бывают, что один Лали это в течение Галле, и второй Лали это в течение Галле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok